Привет, друзья! Ну, конечно, если новичок зайдёт к нам, то сразу не разберётся, чем же мы здесь занимаемся. То галстуки я показываю, как мерить, объясняю, что подбор приёмов тоже это как примерка, чтобы сразу вошло, как говорится. То картины мы тут вместе обсуждаем, какая лучше, какая хуже, дописать картину или не дописать, не получится ли яролаж, то о страхах говорим. Вот я вам картину сейчас показываю, посмотрите, пожалуйста, какая эмоция там. Какая эмоция. А я пока как искусствовод объясню новичку, чем мы тут занимаемся. Это школы человек будущего, Homo Futurus. Здесь идёт обучение навыкам снимать страх и использовать энергию напряжения стресса в собственных интересах для созидания. То есть, как быстро выходить из состояния выживания, а стрессы такого, когда ты ни о чём другом думать не можешь, кроме какого-ого. На состояние творчества, на то, чтобы ещё повысить обучаемость, повысить свою коммуникативность, общительность, избавиться от нервно-мышленных зажимов и прочее, прочее, прочее. Сохранять творческое долголетие и быть более здоровым вопреки всем обстоятельствам. Инвалид ты или супермен. Всё равно, чтобы ты чувствовал себя прекрасно, был творцом. Ну, как-то это парадоксально, правда, но это человек будущего, который наиболее адаптивен. И наш метод саморегуляции ключ как раз-таки развивает у человека адаптивность. А все приёмы, которые мы используем, помогают, конечно, лучше адаптироваться, особенно в условиях неопределённости, где других методов в мире пока нет, как работать с неопределённостью. А мы как раз этим занимаемся, как работать с неопределённостью. Так я вам покажу сначала эту картину, которую вы помните. Я её всё время переделываю. И вот сейчас она на этом стадии. Я хочу, чтобы вы мне подсказали остановиться на этом образе или, значит, двигаться дальше. Да, будьте мне советчиками. Будьте, пожалуйста, мне советчиками, потому что счастье – это быть собой, быть творцом. А совместное творчество – это высшее счастье. Да. Ну вот, пожалуйста, эмоция. Эмоция. А я пишу картину до тех пор, пока у меня душа не появится. Вот вы и напишите мне, пожалуйста, в комментах, появилась там душа, появилась там эмоция, или что добавить, что убавить, сделать её веселее, или так оставить, как я и сделал. Не буду говорить, какой – грустный, или печальный, или тоскливый, или в тревожности. Но вы сами определите, в каком она состоянии. И напишите мне там, пожалуйста. И что я хочу вам сказать, друзья. Конечно, новичок, когда зайдёт к нам, он не сразу может сориентироваться. И поэтому вот я о четырёх точках, которые снимают страх, там написал, и одновременно там же написал название о том, что есть ещё секрет, открыв который может быть большой прорыв в работах по созданию искусственного интеллекта, и что я пока эти секреты не открываю. Почему? Потому что мы сейчас создаём науку человечности, и пока мы эту науку не создадим, и пока человечность в человеке не восторжествует, до тех пор я вот этот вот секрет, как сделать так, чтобы был такой прорыв в развитии ИИ, как говорится, потому что он пока на самом деле топчется на месте, вот чтобы был такой мощный эволюционный прорыв в искусственном интеллекте, в его создании. Я пока этот секрет не открываю, а без меня они не додумаются, потому что я автор работы мозга новой модели. Я знаю, как сделать индикатор энергорасходов, как у человека, потому что, в принципе, любые технические средства создаются на основе бионики, то есть наблюдение за природой, в основном за самолёты, и при наблюдении за насекомыми, как крылышками машут. Всё это вот-вот-вот, наблюдая природу, люди инженеры создают всякие конструкции технические, даже архитектурные. А я пока вот этот секрет держу, а без меня пока не догадаются, я это вижу. Даже намёка пока там нет на это. Ну, потому что я автор модели работы мозга. Ну, вот послушайте, и поскольку у человека то, что болит, о том он и говорит, и воспринимает соответственно с этим, какая у него доминанта обострённая, то в этом название «четыре точки от страха» и «глобальный секрет развития». И вот люди, которые, значит, в страхе каком-то, они в первую очередь видят «четыре точки от страха», более такие широко видящие, более свободные от страха, стресса и так далее, которые интересуются прогрессом и прочее, они ведут всю строчку. Я был в одной лаборатории, это очень интересно, и там на стенде мелькали разные слова. Например, пожар, страх, дом, лес, берёза, поезд, дорога, дорога, судьба. Это вот как пассианс раскладывают, казённый дом, дорога, а там мелькают. И вот мне Костандов, доктор Костандов, профессор, он мне тогда сказал, посмотрите, какие слова вы видите. Я увидел дом, там ещё какой-то, он говорит, это вы так увидели, потому что у вас это актуально. Но то же самое, когда человек к себе гадает, пассианс раскладывает, или на кофейной гуще, он там может увидеть именно то, что у него обострено на восприятии. Это очень интересно, правда? И здесь тоже, когда я говорю какие-то слова, ну вот там прочитали «четыре точки от страха», и уже две дамы там, я заметил, они в страхе. И поэтому, когда я оборвался, ролик ко мне пришли, я не смог досказать. Они мне пишут, что же вы ролик делаете, а секрет не выдаёте. Что за манера такая? Ну, во-первых, новички. Они не знают, что у меня манера такая. Ну, вот знаете, запишитесь на канал, ходите на ликбезы. Кстати, вчера я занимался выведением из очень тяжёлого состояния, которое несколько лет у дамы в страхе, потому что она перенесла тяжёлый кризис. Теперь всё время боится. Несколько лет она боится всё время, что у неё может повториться, и у неё панические состояния. Не жить, не спать, ну, ничего не может. Ну, молодая особая. Слушайте, то же самое, что у меня на всех роликах про разгрузку. Ну, ей-богу, мы с ней сделали эту разгрузку. Ну, правда, дал я ей фракционированным способом таким, дробным. Ну, то она делала, я ей дал задание. Она делала, делала, я там занимался своими делами, картину дорисовала, подходила, она опять делала, повторяла, потом посидела. Ну, так примерно 30 минут. И потом, она говорит, слушайте, я такого никогда не чувствовала, такого спокойствия, такого безмятежного состояния, как сейчас, несколько лет, я уже и забыла, что это такое. Вот видите, то же самое сделала, что там у меня на роликах, что на бесплатных ликбезах, что на вебинарах, когда люди выходят, задают вопросы в зуме, ну, то же самое сделали. Ну, просто она там, там же череда этих роликов, она просто, понимаете, как вот, это я вам объясняю, как пользоваться вот нашей школой. Она как, она, ну, видит название там разуме, то картины там, то галстуки там, ну, как-то. Я вот поэтому сейчас и объясняю. Ролики просматривайте, где слова ликбез, где слова вебинары. Ликбезы у нас бесплатные все. Пожалуйста, берите, смотрите, примеряйте. Недаром я показываю, как галстуки, все время их меняю, чтобы вы развлекались. Да. Ну, ладно, друзья, по-моему, я уже переборщил в словах, но вы, пожалуйста, помните. И одновременно, записавшись на наш канал, чтобы получать все время новое, одновременно комменты, лайки, все это делайте, чтобы школа развивалась. Потому что, хорошо, я сегодня сделаю бесплатный ликбез против страха, поскольку такие дамы есть. Но сделаю сегодня вечером, объявление будет. Но все же нам надо рвануть дальше в развитие творческих качеств, развитие изобретательского мышления. Чтобы мы не застревали вот на тех, которые уже давно в стрессе попали в стресс, их бы в школе бы научили. А вот этому я как раз и посвящаю свою жизнь. Чтобы сегодняшние дети завтра не болели, чтобы они быстрее развивались. Ну, раз этот груз уже есть с прошлого поколения, ну, давайте быстрее их вытащим, поставим на ноги и вперед. Итак, вечером сегодня бесплатный ликбез против страхов. Собирайтесь все, всем раздавайте вот знакомым, что будет ликбез, доктор Хосе Алиев проводит супер ликбез, у кого страхи. Да, сегодня это многим, наверное, нужно. Давайте. Пускай больше, больше, больше людей придет, и объявление будет сегодня. В течение дня будет объявление, во сколько будет ликбез. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...